Но песни песню все прибудет. 24 декабря 2018 года, 17 часов 38 минут. Александр Проханов, писатель, главный редактор газеты «Завтра друг моей семьи», монахиня Боголюбского монастыря Мать Мария, прислала мне видеоролик, чтобы я изумился, как по-видимому, и она была изумлена. Этот ролик снят в современной Германии. Гигантские концертные залы, полные людей, в том числе и молодых немцев. На сцене немка поет на русском языке, с акцентом, русские народные и советские, песни. Зал в восторге, неистовствует, плачет. Это немцы, которых после 1945 года многократно закатывали в асфальт, иссякали скальпелем из них все, что их связывало с немецкими высями и глубинами. И не только с Зигфридом, с валькириями и с золотом Рейна, но и с Бетховеном, Вагнером, Ницше, с великой немецкой мистикой, родившей Дюрера и готический собор в Кёльне. Иссякали таинственный, безбрежный германский гений. И немцы, слушая русские и советские песни, просыпались, над ними опять открывались небеса, они чувствовали себя вновь полноценным народом, готовым к историческому творчеству. Таково фантастическое воздействие русских песен, которые были даны великому народу в его трудах, победах и молениях. Сегодня русское сознание запечатано. На него лили свинец, битум, расплавленный асфальт. Оно омертвело, пораженное чудовищной и пошлой какафонией современной музыки, разбрызгивающей с эстрады ядовитую слизь. Но иногда темницы, в которые заключено русское сознание, размыкают свои двери. Русская музыка, русская песня, как лазерный луч, прожигают бетонные стены, и душа вылетает на свет, вновь устремляется к небу. Мы помним концерты Дмитрия Хворостовского, который пел русские народные песни и песни Великой войны. Зал плакал, молился, смотрел на Хворостовского, как на своего спасителя. Мне посчастливилось петь в хоре, исполняющем народные песни. Когда-то с друзьями я бродил по деревням на Смоленщине, в Каргополье, в Зоонежье, собирал сохранившиеся там народные песни. Их своими вялыми, блеклыми голосами пели старухи. Русская песня в деревнях чуть теплилась, догорала. Мы привозили эти песни в Москву, усаживались за столом и пели с вечера до утра. И в этом протяжном, долгом пении наступал момент, когда ты утрачивал плоть. Кончалось пространство и время. Душа, освобожденная от бремени земной жизни, от страхов, от грехов и пороков, устремлялась в небеса и там, в лазуре, сливалась с другими душами. И это слияние было восхитительным, словно все мы вновь, обнявшись, попадали на нашу далекую духовную родину, где нет зла и насилия, нет смерти, а только одна любовь. Блажен тот, кто пел в народном хоре и испытал восхитительные мгновения. Русская песня, как очистительный огонь, сквозь который пролетает человек, освобождаясь от окалины, от ржавчины неверия. Русские песни, о чем бы в них ни пелось, о свадьбах, об удалых разбойниках, о солдатских походах, о нежности и любви, все поют о бессмертии, о победе над смертью, о божественной русской мечте. Сталин после страшной войны, среди горей и неосевших могил распорядился создавать по всей стране хоры. Северный хор, уральский, омский, воронежский, кубанский, казачий, они расцветали в разоренной стране, как цветы, и люди вдыхали их дивные ароматы. Сегодня молодежь увлечена рэпом. Огненный, ядовитый рэп, хрипящий матом, исполненный наркотического безумия, собирает стадионы. В каждой подворотне беспризорная молодежь устраивает рэп-баттла. Рэп-культура, это протест против мерзкой эстрады, против пошлости, против шуточек Петросяна, кривляний Галкина, колготы Калы Пугачевой, всех этих опостылевших лолит. Рэп сжигает эстраду, но вместе с ней сжигает и всю остальную культуру, а также политические константы, на которых держится государство. Рэп, это кратер разрушенного четвертого блока в Чернобыле, из которого движется ядовитая, смертоносная магма. Ее не забросать с вертолета свинцовыми чушками. Свинец плавится и сам превращается в яд. Пусть в кадетских корпусах, в начальных школах, даже в детских садах звучат хоры, исполняющие русские народные песни, песни победного советского шествия. Эти божественные мелодии и победные ритмы соединят молодую душу с безбрежным океаном русской силы, молодечества, красоты. Ибо в каждом человеке, в каждом ребенке живут коды, делающие его русским, коды русских полей и ручьев, русских снегопадов и весенних цветов, коды русских побед и нескончаемых великих трудов, которыми мы создавали и продолжаем созидать нашу любимую родину. Нельзя дышать, и твердь кишит червями, и ни одна звезда не говорит. Но, видит Бог, есть музыка над нами, точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Субтитры создавал DimaTorzok